Удивительный русский народ. Потрясающий. Я при всем том, что сейчас происходит, я не встретил в жизни еще ни одного человека среди русских, которые ненавидели бы правительства или говорили бы о них плохо. Или даже вот как бы можно говорить о неофашистах, а вот о людях, как не говорили, так и не говорят, как не говорят плохо, о французах, итальянцах, немцах. Не говорят. Но мы говорим, например, о том, что вот такая национальная французская культура, она куда-то снивелировалась. Вот ты приезжаешь, переезжаешь из страны в страну, нам много приходилось, они везде, как-то все стало везде одинаково, нет какой-то национальной идентичности. Хотелось бы, чтобы это было. И жалко, что это единая Европа, все это, все подмяло под себя. Не знаю. Поэтому не хотят они Достоевского, не хотят Чехова. Хотят. Вы знаете, так как мы, я со многими людьми из разных стран переписываюсь, то то, что думают люди и то, что делают политики, это две совершенно разные вещи. Поэтому те, которые любили Чехова и Достоевского, они будут продолжать его любить, несмотря на то, что происходит и то, что произошло. Мне так кажется. Ну, ставить, наверное, будет сложнее немножко, все-таки придется. Время сейчас поменяется, сейчас какое-то время немножечко побычуется, а потом, наверное, мы все вернемся. Все вернемся на то, что мы вернемся. Да, да, да. А кому-то просто пережить. Да, да. Они выгоняли из оркестров, там, в итальянский какой-то видеосюжет, я смотрел на телевидении итальянском, когда на телевидении скандал возник, как вы хотите отменить прекрасных музыкантов, которые вы хотите отменить Гергиева, а где вы другого-то возьмете, такого замечательного дирижера и замечательных исполнителей. Какие-то оркестры не хотят принимать участие, потому что отменили русских артистов из оркестров. Нет, у меня есть надежда, что все будет нормально, когда-то наладится. Спасибо.